Привет, ребята! В этом плохом канале и это видео о трех направлениях чиперизма американского. Для нас вообще вся эта тема, она ну каким-то обрывками доходит и как-то там интерпретируется черт знает во что. Вообще всего этого дела есть определенная история, которую я попытаюсь еще одну изложить. Это перевод сейчас будет ролика. Постарался как мог его, так сказать, изложить именно по-русски, потому что если это просто с английского переводить, надо все-таки что-то там объяснять. Итак, у них там собственно какая история. Как вы знаете, не знаете. Есть такой товарищ Том Фьюгал. Вот о нем очень часто у нас в ВК там ролики и мемы из него там делали. Вот это такое считается основополагающий такой чувак в Америке, с которого вообще вся эта ботва началась. Вот. И Дэвид Ман, такой известный тоже чувак, надо сказать, в узких кругах у нас вообще, да. То есть встречается. Некоторые даже картинки его собирают. Вот. Начал рисовать комиксы по мотивам вот этих вот мотоциклистов. Вот. Прототипом которых послужил собственно Том Фьюгал и компания. Вот. Это было каких-то там 60-50-х горах там далеких. Вот. А сегодня, так сказать, ролик уже 90-х годах. Это, так сказать, продолжение всей этой истории. Вот. Которая часть попала на канал Дискавери. Вот. Такой известный в узких очень, да, у нас кругах был такой кастомайтер Лави Индиан. Вот такой. Вот. Наверное, тоже вы его где-то очень часто встречали. Вот. Он погиб, собственно, в своем мотоцикле в каком-то 2004 году. А был он, собственно, известен тем, что он на канале Дискавери, значит, появился. И, так сказать, было достаточно определенное количество, короче, из серии про его, короче, мотоциклы. Вот. Всех остальных двух, как бы, товарищей вы вообще не знаете. Вот. То есть еще два направления. Как бы, общий смысл каков, значит, изучим географию этого всего безобразия. Значит, существует Америка. Америка вот так вот выглядит. Значит, у нее есть два побережья. Вот. Там, где находится Нью-Йорк, это одно побережье. И там, где Калифорния, это другое побережье. Вот. Там, где Калифорния, так сказать, это такой маленький, так сказать, промежуток, где вообще люди живут. А Центральная Америка, там, собственно, пустыни вообще никого нет, если вы об этом не знали. Вот. Практически не заселенные. Вот, собственно, штат Линкольн. Откуда у меня Шоева приехал? Там тоже никого нет. Вот. Пустыня. Вот. И один, так сказать, вот один кастомайзер из Нью-Йорка, один из Калифорнии и один из Флориды. Это вот три таких разных направления вот этого чиперизма, о чем сегодня и будет вот у нас рассказ. Так просто для понимания изначально это продвисловие дел. А также не забываем о том, что я вам помогу провести мотоцикл Харли Дэйдсон из Америки. Получите мотоцикл с ПТС, обслуженным в основном виде, как и хотите. Битый, не битый, новый провезем. Будете на нем ездить. Вот твои контакты, телефон, вот WhatsApp, пожалуйста, телега, ради бога, пишите. А также не забываем подписаться на группу в телеге. Вот такая вот она у нас там. Уже сколько там? Почти 2,5 тысячи человек. Единственный момент, ребята. Повелись мошенники, сообщают, да, то есть мне просто пишут какие-то люди. Которые представляют со мной, вешают фейс, да, то есть и что-то там предлагают. Я, ребята, никому в личку не пишу и ничего не предлагаю. Я не предлагаю никакие запчасти, никакие мотоциклы купить, не перевезти никуда деньги. И знаете, вот Сбербанк там тоже звонил, типа предлагал там что-то там списать, там еще что-то. Это примерно из той же самой серии. Можно кем угодно прикинуться. Поэтому, ребята, будьте бдительны. Если вам кто-то пишет, типа там что-то вам предлагает, напишите мне. И спросите. То есть если уж прям как бы там что-то там доходит. Вот некоторые в 5 утра мне тут человек звонил. Мне там куда-то там предложили. Я, ребята, ничего не предлагаю. И обычно пишут вначале мне, а потом я отвечаю. То есть я сам кому-то, блин, честно говоря, не пишу. Вот. Поэтому, если у нас с вами нету диалога, это не я. Вот. Ну и также подписаться, естественно, на канал, который вы смотрите. Ну и на группу ВК, если вы есть ВК. Сейчас не все есть ВК. Вот куда опубликуются мотоциклы, которые куплены, приехали там, обслуживаются и так далее. Все это я тоже публикую. Просто там не в одной ветке это все висит, а в общей болтанке. Смотрим про Чоппер. Привет, я Виви Лейн из Чопперс Инкорпорейт. И хочу поговорить с вами о Чопперс сегодня. Потому что я катаюсь на Чопперс с первого дня, как они вообще появились. Я говорю вам, что катался на Чопперс еще до того, как они стали крутыми. На Чопперс всегда были крутыми. С тех пор, как вышел фильм «Беспеченный сдох», видимо. Сегодня я хочу поговорить с вами о трех действительно важных направлениях Чопперс строения. Это Чопперс, которые строю я, Чопперс Инкорпорейт, Чопперс Джесси Джеймс с сападной побережью Калифорнии. И Дин Ларри, Чопперс из Нью-Йорка. Я строю и езжу на Чопперс в конце 80-х, как и Джесси, так же, как и Ларри. Но все трое действительно появились в середине 90-х и стали очень известными. Наши стили развялись совершенно по-разному. Джесси с Лонгу-Бич, соответственно, Калифорния. Ларри из Нью-Йорка, а я во Флориде. Поэтому наши три стиля развялись по-разному. Я хочу рассмотреть различия между стилями Ларри на западном побережье, так сказать, Чопперс Инк на, соответственно, Флориде и в Нью-Йорке. Сначала давайте поговорим о рамах, которые использует каждый из нас, потому что это во многом определяет стиль каждого из нас к Чопперам. Рамы. Начнем с Иген Ларри. Иген Ларри использовал жесткие рамы Пако. Я знаю, он действительно известен своей изогнутой нижней трубой. Но до того, как он сделал изогнутую нижнюю трубу на раме, он использовал стандартную раму Пако, которая ему нравилась на раму на 2 дюйма длине, углом наклоном 33 градуса. Что на 2 дюйма выше, в этих нижних трубах рамы Ларри добавил 2 дюйма к этой трубе и поднял рейк на землю на 2 дюйма. Рейк на угол, который с таком нилки образует вертикали. Жесткая рама Пако в основном копия жесткой рамы Харли Дейтсон, так что на самом деле на ней нет уж такой прямо жёдкости. Размеры в основном такие же, как у рамы Харли Дейтсон, которые использовались на наклоне 36 по 57 год. Вест Кост Чоперс Джесси не копировал раму Харли Дейтсон, как это сделал Пако, он делал свои собственные рамы, позволял себе электривольности. Рама SFL имеет опущенную нижнюю ось, которая снижает кризис мотоцепа, так что ось, как я думаю, опущен, например, найдём щедренье относительно рамы Харли Дейтсон и Ларри Эднина. Также Джесси добавил расстояние между задней осенью и подсидельной стойкой, и двухсторонней рамой, так сказать, тоже было на 2 дюйма вставки в нижних трубах рамах и вставки в хребте. И Джесси использовал 38-градусный рейк на своих рамах, в то время как Ларри использовал 30-градусный. Я лично делаю так и сяк, но мне больше всего нравится то, что я использовал вот на одном Моте, который в 90-х годах я построил. Имел приподнятую ось, как в Эскорс Чоперс, но имел рейк при этом 45 градусов, что значительно больше, чем у Ларри, и немного больше, чем у Джесси. На 1,5 дюйма Мот был опущен, чтобы снизить криренс, и плюс 2 дюйма между осью задней и подсидельным штырёвым, как у Эскорс Чоперс. Затем у меня было 4 дюйма плюс к нижней трубе, и 4 дюйма плюс к хребте, и рейк, соответственно, 45 градусов, который позволяет мне использовать спрингер на 12 дюймов длиннее. Крылья! Ларри всегда использовал плоское заднее крыло. Оно плотно прилегало к заднему колесу, и Ларри всегда делал причудливые крепления заднего крыла на своем Моте, чтобы поддерживать заднее крыло. Это прямо образец того, что он делал. И использовал 21-дюймовое переднее крыло. Джесси занимался производством крыльев сам, поэтому использовал свои крылья во всех сборках. А вот заднее крыло, как вы видите, как хорошо оно подходит к шине. Это одно из того, что он делал. Он заставлял эти крылья правильно подходить к шине. Многие люди пробуют это копировать, но он никогда не делал, никто лучше не сделал. У него, соответственно, такая перемычка была, и Джесси не использовал поперечные стойки. Иногда он делал усиление под крылом, чтобы здесь вообще ничего не поддерживало заднюю часть крыла. Переднее крыло также почти лежит на шине 21-го колеса. Заднее крыло на моем мотоцикле, при этом в West Coast Чопперс похоже. Я его расширил, Джесси этого не делал, потому что у меня колесо 240 мм. Я вырезал крыло, приварил его к раме нахер бред и научился у этого урода Финча. А Рон Финч всегда использовал стальные крепления у своих моторов. Я спер у него эту идею, приварил крыло так, чтобы мой мод был единым целым. Да, покраски это очень важно. В 90-х годах вообще в Miami был жопа вообще с листовым металлом, а сейчас этого нет. Я вообще очень крут по изготовлению сисибаров, я их очень люблю, а тут что-то как бы не сделал. Я вот этот мотоцикл строил, не хотел стремиться к стилю западного побережья, поэтому решил использовать, не использовал сисибар. А также тоже люблю 21-го колесо. Тормоза. Некоторые колецких чопперов, которые построил Ларри, кстати, были передние тормоза, а некоторые из них были на канале Discovery, но вот прям чистый Ларриевский чоппер не имел переднего тормоза. Он не чувствовал в них необходимости, не нравится они ему. А вот Джесси всегда был передний тормоз, который вот Брэм, например. А вот мне тоже не нравился передний тормоз. Я, кстати, всегда использовал очень маленькую переднюю ступицу, а Ларри использовал всегда хорошие, кстати, задние тормоза при этом. На более ранних мотоциклах был тормозной диск Расселу. Джесси использовал плавающий четырехпоршневой суппорт, в Рэмбо, а я всегда был таким вот парнем, который любил фладходы, наклы, с барабанными тормозами. И тормозной диск был у них на левой стороне, что оставляло правую сторону ступицы пустой. Я его сюда переносил налево. Я разработал внутренний тормоз самостоятельно, а позже у меня его скопировал перформанс машин. Но до того, как я это сделал, вот-вот сделал такой вот прототип. Правда, суппорт располагается по периметру. Все вот приварено к ободу колеса с суппортом перформанс машин, с двумя паршневыми, с двухпоршневыми суппортами. Это один продукт, которым я действительно хорошо известен. Да, очень, типа, это вот все просто сделать. Ухаб с одной стороны, а этот с другой. Ну, вот, где это еще бывает, да. Вот еще вот так вот располагается. Да, вот оттуда я взял. Еще я известен спрингером своей собственной конструкцией. Топливный бак. А, дело зашло до топливных баков. Подход в Ларе был довольно простым. Раму поко с баком-фисташкой. И Джесси делал, действительно, так сказать, свои собственные бензобаки. Но он использовал баки спорстера больше, похожие по форме на спорстерские всех вариаций. Много баков сделал Джесси сам вручную. В том числе увеличенные, так сказать, версии на Харли Дэдссон спорстер баки. Из них делал. Если говорить о моих бензобаках, то что из них делаю я сам вручную? Это вот бак, который у меня на мотоцикле, вот это блю, вот стоит. Представляет собой мини-бак в форме капли. Все это похоже на то, что делает Ларе. Я брал переднюю часть бака, а затем приваривал окончание, чтобы продать им такую длинную каплевидную форму. Карбюраторы. А, так сказать, я тоже люблю Панхеда и Шорелла. Большинство кастомов Ларе были построены с моторами Панхед и Шорелла. Это на двигателе 50-го года Панхед. 1200. Еще Ларе любил карбюраторы СНДС. Он использовал на всех своих четках. Джесси в значительной степени был крутым. Использовал от 100 до 113 дюймов моторы, варив золотой эрочек, расстроение запроса вирезья. Джесси обычно использовал большие зимовые, с большим объемом, эво-моторы. Джесси так же, как и Ларе, любил СНДС Супер Е. Использовал свои собственные воздушные фильтры. Как и Ларе, мне нравится двигатель Харли Дэвидсон Шорелл Хэт на Клэ Панхед. Я использую так же и его моторы. Тоже в большей части из того, что я собрал раньше, старые до времена. И по сей день использую старые двигатели Харли Дэвидсон. Я их лубну. Они никогда не отправятся на свалку. Этот мотоцикл изначально был на карбюраторе СУ. Британский такой, автомобильный. Они ставились на Ягуары и МГ Карс. Он был, так сказать, меня отец катал на такой вот машине, когда ребенком был, помню, очень нравилось. У меня была такая вот одна из них машина. Очень так прикольно ездила. А Ларе мне сказал, что СУ было первыми буквами от слова отстой. А теперь я использую тоже СНДС. ВЫХЛОП Тогда где он дошел до ВЫХЛОПа? Ларе любит прямоток. И это трубы ничего более. Обычно один-два вида у него было труб, и ему нравилось, что тёпер был такой вот асимметричный. Во-первых, Джесси занимался как от того, что крылья, но он еще и делал выхлопные трубы. Стал известен своими чертовски изогнутыми трубами. Могли такие видеть, например, на Ле-Экспресс. Как с моими, так сказать, бензобаками, так и с выплами, я не делал один и тот же выпл дважды. И вкусы с Ларе по симметрии с ними различны. Поэтому у меня было по одной трубе с каждой стороны. Хотя они не симметричные, это все продает некий баланс мотоциклу. Труба с заднего горшка выходит с передней стороны мотоцикла под трансмиссией. А левая труба проходит под первичкой и опускается под коробку передач с левой стороны. Трубы Ларри единственные трубы в своем роде. И Джесси, так сказать, имеются разные длинные. Эта передняя труба немного длиннее, чем другая. КПП. Ларри дико любил четырехступенчатую коробку Харли Дэвидсон с кикстартером, отсутствие электростартера. Он использовал коробки Беккер, кстати. Он действительно очень любил кикстартер. Это был такой фишка у него. В то время как Джесси использовал на своих мотох двигатель большой клумматуры, и их было с кикулей хер запустить. Джесси использовал современные пятиступенчатые Харли Дэвидсон шестиступенчатые коробки Беккер, которые вышли из начала 90-х. И на кикстартерных калифорнийских мотох вы их херза увидите. Я вот предпочитаю кик, вот, предпочитаю открытые первички с ременовым переводом на кикулей. Это мое предпочтение, когда дело доходит до чопера. Сцепление. Ларри любил ножное сцепление и короткий рычаг при включении передач. Также очень узкие передние подножки. Наверное, ему он нравился это из-за трафика в Нью-Йорке или Бруклине, поэтому у него все такое узкое. Жесси был печально известен использованием гидравлического сцепления Брэмбо на руле и стандартным переключением передач. КПП Жесси имело обычное управление ножной КПП. Сзади тормоза Брэмбо, как и у Ларри. Кастомы тормоза всегда были. Главный цилиндр перформанс машин и двупоршневой суппорт перформанс машин. Работает на заднем сзади, да. Как и Ларри, я люблю Suicide Clutch ножной соответственно сцепление и Jockey Shift довольно короткий чтобы переключать рядом с коробкой передач. Поверх ременного привода, но на меня действительно сильно повлиял лед рот. На моих чоперов есть Jockey Shift и длинная ручка, поэтому такая мультяшная такая. Еще помните, раньше она без забав крепилась. Вилки. Ларри предпочитал удлиненную вилку 35-ую вилку Харль Дэвидсон, поэтому они были такие легкими и очень хорошо справлялись с типом езды, которую он практиковал. Часто он использовал еще и другие вилки вместо Харль Дэвидсон. Ларри любил узкие высокие рули. И в этом случае у вас руки над зеркалами в пробке и вы легко проезжаете между машинами в Нью-Йорке или Бруклине. Джесси предпочитал 41-мм телескопическую вилку для своих мотов. Он использовал бы небольшой руль Ape либо руль стиля Speedway на своих мотах. В значительной степени два стиля он использовал. А я использовал несколько телескопических гидравических вилок, но я люблю спрингер. Большинство чопперов, которые я делаю, это либо удлиненные Харли Дейтсон вилки, либо спрингеры разных производителей. Это на 12 дюймов больше паков спрингер. Я всегда использую низкий руль на своих чопперах и широкий. Когда вы едете медленно, это позволяет удерживать вес вилки, когда более широкий руль и больше рычаг у него. У нас очень много было проблем законов. В свое время правоохранительные органы в Флориде останавливались за использованием высоких рулей, поэтому большинство штатов незаконно держать руль на 15 дюймов выше сидения. После того, как меня много раз останавливали, я перестал кататься цепями и начал использовать низкие руль. Сидения Ларри и Джесси оба предпочитали сидения в форме картофельных чипсов на своих чопперах. Форма немного отличается между Ларри и Джесси при этом. Вы можете видеть сбоку, как оно подворачивается сзади, как картофельные чипсы к раме не прилегают они к крылу. У меня более тонкое сидение, нравится одиночное сидение, оно будет заполнять зазор между рамой и задним крылом. Также оно имеет упор сзади, чтобы комфортно было сидеть, когда много едешь, точнее когда не много едешь, то еще фиг с ним, а когда много едешь, то должна быть я сюда делал свои сети немного глубже, это облегчает езду на моих чоперах на дальнях, в отличие от Ларри или Джесси. Колеса. Ларри нарез алюминиевые диски Acro ISA 16-18 сзади и 21-й спереди, обычно 40 спиц. Он не очень усложнял вопрос с колесами, обычно. Он у него был такой простой, действительно такой традиционный вид чопера. Колеса Джесси обычно имели 180-200 дюймовые колеса всегда на литье, они спицы, и редко бывали спецованные передние колеса 21-й дюйм. Одна вещь, с которой мы втроем согласились, что переднее должно быть 21-е колесо. А раньше мне нравились широкие спецованные колеса задние, это было одно из моих поделок на 80 спиц. На нем глубокая ступица смещена в одну сторону. Переднее колесо 21-е на 40 спиц. Я ничего не понимаю, зачем спереди ставят колеса больше, чем на 40 спиц, 80 спиц. Я использую 40 спиц, и все. А многие не знают, что Ларри построил только 8 мотоциклов на самом деле. и уже после его смерти в 2004 году открыли Indian Larry Custom Shop в Бруклине. Поехали, типа, зажигание. На циклах Ларри не было аккумулятора, ток создавался магнета, что создает электрический ток, который идет к свечам зажигания. Чтобы запустить двигатель, ключа ни хера нет, просто откройте бензобак, пару раз крутаните ручки газа и кикайте себе. Субтитры электростартер на лапу бережью более простая херня конечно ключ поворачивайте немного времени дайте обычно чтобы проще заводилось комментарии немного относительно этих вот трех чопперов скажу все они едут абсолютно по-разному я бы сказал что лучший по управлению мотоциклов из трех это индиан лари мотоцикл он определенно самый легкий кажется самым маневренным действительно надо здорово на нем ехать я думаю что вес мотоцикла это то из-за чего он так хорошо управляется а синий из-за ножного сцепления отсутствие переднего тормоза приходится так больше всего учитывать это все делал при езде по городу знаю что это пишу и говорю много лет почти каждый день большинство людей просто в шоке и не могут даже подумать что на таких модах вообще ездить можно мотоцикл west coast choppers действительно управляется неплохо но глушитель так себе ведет поворотах он низковатый резкие правые повороты грозят поцарапать глушак это довольно нервирует west coast choppers самый тяжелый из трех мотоциклов но его также есть передний и задний тормоз вот и они довольно хорошо позволяют управляться второе место под уможение будет за синим у blue большой тормоз по периметру на заднем повесеть штука такая действительно хорошо сказать тормозит а варе останавливается хорошо не так хорошо как синий синий безусловно лучший мотоцикл в этом плане ну соответственно west coast choppers у него на мидлах посередине подножки а мидл не особо удобно для дальних поездок ноги не вытянешь ни хрена на мидлах колени на животом вообще это двигает спину так не особо удобное положение на дальнее расстояние это сильно сказывается поэтому для дальних поездок он будет на третьем месте у него мощности дохера мод джесси дохера кубатурный и валюшный еще к тому же так сказать он конечно превосходит эти два старинных двигателя harley davidson еще шестиступенчатая коробка передач цепление у него конечно комфортно и такой забавный мотоцикл из трех там лучше у него звука все чертовски эти привлекательные трубы у него такие чумовые вот с большим двиглом вообще просто чумового как звучит комфорт это мой выбор и он будет за синим мотоцикл его естественно только из-за конструкции сидений скорее всего я думаю что это сидение гораздо лучше чем чипсы эти картофель на особо если вы много ездите сказать сиденье на синим будет гораздо удобнее из трех мне конечно очень трудно выбрать как фаворит этих трех мотоцикл потому что я люблю свой стиль вообще синий цвет очень люблю и полоски вот вообще творение лари прям блин с картин дэвина ванна беспечный ездок блин мотоцикл лари настолько традиционный что писет стиль чумовой когда стиль западного прибрежья больше такой перфекционалистический я бы в сложном выбрать из трех но я бы предпочел что вы оставили комментарий какой из них лучше оставьте комментарии под роликом и и и и и и